Кабачки, тыквы и патиссоны всех цветов и размеров, от огромных до совсем маленьких декоративных. Огурцы и помидоры, свекла и морковка, цветы и саженцы плодовых кустов. Все, что дарят в летний сезон дачные участки, стало экспонатами выставки, причем экспонатами конкурсными. Жители Загорянки, чьи дома входят в состав товарищества «Северный поселок», впервые провели у себя праздник приусадебного урожая. У природы нет плохой погоды, поэтому для нас каждое лето – это и радость, и испытание. И в этом году тоже наши дачники приложили все усилия, чтобы вырасти богатый урожай. У кого тыквы, у кого виноград, у кого топинамбур. Каждый по-своему устраивает дачный быт. Участники конкурса рассказывали, кто, что и как выращивает, как борются с капризами погоды, делились рецептами приготовления блюд, отстаивали преимущества той или иной плода овощной культуры. Тыква – это одна из самых загадочных овощных культур на Земле. Даже никто не знает, из какой древности она ведет свой отчет. Говорят, что она попала к нам из Центральной Америки, откуда-то из Мексики. Но это самый замечательный, наверное, овощ, и не зря его называют королевской культурой. Почему? Потому что тыкву используют и в кулинарии, и в медицине, и в косметологии, где только не используют. Это чудодейственный овощ, из него можно приготовить массу чего вкусного. Мне понравилось, что она поднимает еще настроение, оказывается. Ешьте тыкву, да, и у вас будет всегда хорошее настроение. Когда-то в Советском Союзе под понятием «дача» подразумевалось место для организации отдыха. Некоторые дачники до сих пор предпочитают не сажать на участке картошку и прочие овощи, фрукты, а растить цветы. Цветы я сегодня принесла вам из своего сада. Это серебрянка или многолетняя астраль всех цветов. Пожалуйста, когда сегодняшний вечер кончится, пожалуйста, подойдите, возьмите себе домой цветы. Они будут стоять у вас на улице совершенно прекрасно. Урожай – это всегда результат труда. Не обязательно физического, иногда творческого. Загорянские художники и музыканты своим творческим урожаем тоже поделились с соседями. Тем временем конкурсная комиссия определяла победителей. Надо сказать, что призовые места достались абсолютно всем. Каждый участник получил в подарок нужный в хозяйстве садом и инвентарь. Призы предоставил местный музей братьев Кисельцегорянских и дачной культуры. А победу жюри все-таки присудило. Семья Зверевых с улицы Рос, которые представили на выставке свой урожай кабачков. Как у вас с кабачками в этом году? Очень хорошо. Очень много. Их достаточно давито. Это еще не все, что было. То есть все, что было у нас есть на участке. Мы взяли самые интересные экземпляры и представили их вам. Мы полномерно всегда, каждый год, из года в год. С ними боремся. В северном поселке 320 дачных домохозяйств. Конечно, в праздники приусадебного урожая приняли участие далеко не все. Но для первого раза неплохо, отметили организаторы. К тому же многие до того, как узнали о конкурсе, большую часть урожая успели съесть. Зато есть над чем работать к следующему урожайному году. Впервые вот так вот решили сделать, потому что народ стал присылать, ну скажем так, на чат свои урожаи. Возникла идея, что давайте проведем тогда такой праздник, конкурс. Да, на лучший, вот какой-то самый интересный урожай. Я не ожидала даже, что столько придет народа. Все-таки пришли люди к следующему году. Вот я теперь буду знать, теперь буду выращивать. Загорянка, 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 это счастье и любовь и мечты. Загорянка, 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 дом родной, вечно в телевидении. Ирина Микеда, Челковское телевидение.